Наталья Косьмина – социальный работник со стажем, на службе уже больше 22 лет. В родном селе Богана Шанталинского района у женщины на попечительстве 11 человек, и у каждого свои потребности. Кому-то надо помочь оплатить коммунальные платежи, сходить за продуктами, а кого-то просто поддержать добрым словом. И, конечно, всем подопечным рассказать о том, как защититься от коронавируса с помощью прививки, а также сопроводить желающих до прививочного пункта или вызвать медработников на дом. Благодаря такой методической работе женщине уже удалось обезопасить всех, кому она ежедневно помогает. Мы уже все равно контактируем, ходим, на одном месте не сидим. В магазин тоже ходят, мне постоянно же мы приносим продукты, им же тоже нужно общение. С соседями общаются, выходят. Шанталу надо, больницу надо. Есть, которые у меня ездят в Самару, больницу, им это надо. А не без слов у меня насчет этого. Надо, значит, надо. Сама Наталья полностью завершила вакцинацию в апреле этого года. Совсем недавно, в октябре, сделала прививку повторно. Говорит, что личному примеру следуют охотнее. Также считает ее подопечная Ирина Макшанова. На примере соцработника они с мужем тоже решили вакцинироваться. У меня много болезней еще хронических. Думаю, еще не дай бог заболеешь, потом оттуда уже не выберешься. Это какая-то надежда есть. Или не заболеть, или как-то более легко перенести это заболевание. В Центре социального обслуживания населения Шанталинского района показатели по вакцинации высокие. Привились практически 100% сотрудников. Не отстают от соцработников и их подопечные. Из числа получателей соцуслуг привились 70%. В районе проживает 2720 граждан старше 65 лет. 785 человек находятся на социальном обслуживании. Из них 532 человека прошли вакцинацию. 93 сотрудника организации, 81 из них которых социальные работники, почти в полном составе прошли вакцинацию. Не прошли только те, кто имеют официальный медицинский отвод. Волна COVID-19 в Самарской области продолжает расти. И сейчас как никогда необходимо использовать доступный механизм защиты от новой инфекции. Вакцинация – эффективный и пока что единственный способ обезопасить себя и окружающих. Особенно важно получить прививку, если ежедневно контактируешь с большим количеством людей. Такая необходимость существует и для пожилых жителей региона. Они могут вызвать медиков для проведения вакцинации на дом. Всего лишь нужно обратиться в свою поликлинику. Михаил Гермоленко, События.